Преподобный Паисий Святогорец, Страсти и Добродетели Мы удолжим засевать свое поле, чтобы Бог богословил его урожаем. Геронда, я каждый день повторяю, с завтрашнего дня я буду более внимательный и начну исправляться, но завтра все остается по-прежнему. А ты вот что делай, пускай перед собой Бога, не просто обещай исправиться, говори так, «Силу Божию я постараюсь исправиться». Если ты будешь верить и говорить так, то Бог станет тебе помогать. Ты хочешь исправиться, а это значит, что ты способна принимать Его помощь. Ты просишь Бога о помощи, Он презирает на тебя своим милостивым оком. Стараешься делать то немногое, что можешь делать сама, значит потихоньку двигаешься вперед. Тот из взрослых, видя как маленький ребенок своими тоненькими ручками пытается сдвинуть с места большой камень, не побежит к нему, чтобы ему помочь, избавить от непосильного напряжения. Так и Бог, увидев твое маленькое собственное старание, поможет тебе победить. Некоторые люди, не ударяя палец о палец для своего исправления, просят, «Христе мой, во мне есть какие-то и такие-то страсти, ты и только ты можешь избавить меня от них, но так избавь же, хватит с меня». Как поможет Бог такому человеку? Чтобы Бог помог человеку, надо, чтобы человек приложил свое старание. Есть вещи, которые человек должен сделать сам, чтобы потом ему помог Бог. Человек не получит от Бога помощи, если сам он не желает помочь самому себе. Мы иногда стремимся получить благодать и дарование Божие по взмаху волшебной палочки. Мы думаем, что без подвига и борьбы возможности сжать ту или иную добродетель или даже стать святым. Однако для того, чтобы Бог благословил наше поле урожаем, мы должны его засеять. Как Бог даст нам что-то без приложенного нами труда? Помните слова из тропаря преподобным отцам. «Пустынь бесплодная возделал Еси». Бог посылает на землю душ, умельчает почву. Но мы тоже должны прилагать свои усилия и возделывать свой надел. Земля готова. Теперь ее надо вспахать плугом и засеять зернами. Ведь что посеем, то и пожнем. Разве не так? Однако как сеять, предварительно не вспахав. И как жать, предварительно не посеяв. Поэтому не будем задаваться одним лишь вопросом о том, что может сделать Бог. Но будем спрашивать себя о том, что можем сделать мы сами. Банк Христа принимает вклады под невероятно хорошие проценты. Но разве мы сможем получить эти проценты, предварительно не сделав его банк, вклад наших собственных средств? Продолжение следует...